В Акмолинской области очередное происшествие на закрытой шахте. Там обнаружили тела местных жителей, пытавшихся добыть золото незаконным путем. Случившееся стало еще одним поводом для обсуждения в обществе, насколько безопасны шахты и действующие в том числе. Это Бестубе, клондейк для черных старателей, на закрытой шахте которой пытаются добыть золото местные жители. Буквально накануне полиция задержала одного из старателей, который пытался вынести два тела погибших товарищей. Предприятие, занимавшееся добычей золота, не работает с лета 2021 года. Опасность для людей представляют не только закрытые, но и действующие шахты. Например, о Барселор-Металтемиртау говорилось много. Хотя работа, казалось бы, налажена в соответствии со всеми требованиями, при этом аварии случаются и не раз. Вот какие данные привел Комитет промышленной безопасности. С 1995 года по декабрь 2022 года Департаментом комитета промышленной безопасности по Карганской области принято к учету 42 аварии на предприятиях Арселор-Металтемиртау, при которых пострадало 220 работника, из которых 148 погибших, 39 с тяжелым исходом. На прошлой неделе Смаилов встречался с вице-президентом Арселор-Металтемиртау. Тут обсуждали комплексную проверку в Тимиртау и были привлечены независимые международные консультанты для проведения финансового, технического и экологического аудита предприятия. Пример добавил, что в Арселор-Металтемиртау направлен соответствующий график проведения комплексного аудита. Кстати, днем позже на Арселор-Металтемиртау на территории ТЭЦ-2 частично обрушился газоход. К счастью, пострадавших нет. А это министр национальной экономики Куантыра в шахте, но уже в другом регионе. На Анинской шахте добывают медную руду, а подземной разработкой и добычей на месторождении заняты 1780 человек. Он поделился впечатлениями с нашими коллегами в кулуарах правительства. Я спускался в Анинскую шахту на глубину 300 метров. Это получается шахта в городе Сапаев. Здесь преследовалось несколько целей. Во-первых, министерство экономики отвечает за в целом региональную политику, а также есть отдельная программа по развитию моногородов. Гор Сапаев является моногородом, и сейчас у нас основная задача – это снижать зависимость моногородов от одного городообразующего предприятия. И масштабы техника впечатлили министра. В планах у Куантырова посетить угольные шахты Карагандинской области.